Доброе утро! Блюдо называется Ростбиф с соусом Виттелла Тоната. Вы тоже ничего не поняли? Ну тогда давайте учиться вместе. Нам для этого потребуется телятина, также для соуса нам потребуется майонез, консервированный тунец, почки каперсов, пармезан натертый, соевый соус, горчица в зернах, а также горчица в среднеострая. Также для маринада нам потребуется тимьян, розмарин и чеснок, и оливковое масло. Ну а также соль, перец и элементы декора. А как много нам нужно времени? Нам понадобится где-то минут 15-20. Блюдо может быть и длительное в приготовлении, но однозначно оно того стоит. Итак, начинаем. Начинаем мы с того, что будем мариновать мясо. Для этого нам потребуется соевый соус, нам понадобится оливковое масло. Веточка тимьяна. Мы будем использовать только листики? Ветки тоже подойдут, потому что в них тоже содержатся ароматы. Главное хорошенько их разотрезить, для того, чтобы зелень выпустила все свои масла и ароматы. Розмарин. Если у вас нет свежей зелени, можете использовать в сушеном варианте, но все-таки свежим будет гораздо ароматнее. Чеснок. Чеснок мы режем слайсами, а можно ли просто через довилочку раздавить? Нет-нет-нет. Так как при жарке чеснок будет гореть, и мясо будет черное. Также используем горчицу, среднюю острую. Очень насыщенный у нас получается маринад по вкусовым качествам. А как долго стоит мариноваться нашему мясу? В идеале мариноваться нужно где-то минут 30. Но у нас быстрый маринад, и мы его промаринуем где-то за минуты 4. Перец черный, молотый. Какое мы используем мясо? Мясо мы используем филе. Это самая нежная часть телятины. Ну а кроме того, помните, что в ресторанах оно предварительно отлеживается буквально от нескольких дней даже до нескольких недель в вакуумной упаковке. Это позволяет мясу быть гораздо мягче. Мы же дома. Главное, позаботьтесь о том, чтобы мясо было максимально свежим. И тогда это залог любого вкусного блюда. Опускаем мясо в маринад и даем настояться ему 5 минут. Для того, чтобы оно полностью настоялось и промариновалось, нам надо сделать характерные надрезы. Как именно? Вдоль волокон. Почему вдоль? Для того, чтобы мясо не распадалось при разрезании. Ну а также это даст возможность маринаду впитаться глубже, и буквально 4-5 минут, которые оно будет находиться в нашем маринаде, уже будет гораздо мягче и гораздо прянее. Так что ждем. Пока мясо маринуется, мы можем приступить к соусу. Биттелло тоната. Ну, по крайней мере, в моей кулинарной книге его нет. Он, наверное, как и в вашей. А вот каким блюдом может использовать этот соус? Этот соус используется заправкой к разнообразным салатам, мясным, рыбным. В принципе, он универсальный. Майонез. Берем горчицу зернистую. Так. Немножко соевого соуса. Тертый пармезан. Примерно граммов 10. На мелкой терочке, смотрю, он натертый. Лучше, конечно, если пармезан в этом случае будет выдержан. Он обладает более пряным вкусом и ярким оттенком, который гармонично ляжет в этот соус. Также мелко нарезанными почками каперсов. И консервированный тунец. Поместив все ингредиенты, нам их нужно тщательно смешать. Вот и все. Наш соус готов буквально несколько минут. И соус действительно получился по крайней мере ароматным. Еще немножко позже попробуем его на вкус. Лучше записывайте рецепты подобных соусов. Они станут отличным дополнением к уже привычному блюду. И тогда ваша кухня заиграет по-новому. Приступаем к обжарке мяса. На сухой сковороде, без масла? Обжариваем на сухой сковороде, так как в маринаде присутствует масло. Даем обжариваться до характерной корочки. Но при этом ведь оно полностью не прожарится. Нет, также мы будем его отправлять до готовности в духовой шкаф. Ну тогда ждем. И помните, что главное не пересушить. И для того, чтобы наше мясо не подгорело, обжаривайте буквально одну-две минутки с каждой стороны. Мясо почти готово. В фольгу мы добавим тоже немного специй. И заворачиваем. Ну а после будем запекать в духовке на протяжении 10 минут. А на какой температуре? При температуре 180 градусов. Итак, ждем. После того, как мы достали мясо, нам нужно дать ему отлежаться одну минуту, для того, чтобы сок разошелся по всему объему мяса. А после этого мы уже можем приступать к тому, что достанем его из фольги. Видите, оно достаточно сочное и невероятно ароматное. И что, даем немножко просушиться? Да, конечно. Для того, чтобы лишний сок впитался в салфетку. Промакиваем его. И можно приступать к сервировке. Делать мы это будем на вот такой гранитной доске. Лучше, конечно, использовать ту посуду, которая есть у вас дома. Главное, чтобы было такое творческое настроение, потому что все-таки каждый раз оформление блюда – это целое искусство. Мазок из соуса. На него я выложу порезанное мясо. Режем мы крупными кусками. Так оно выглядит более эффектно. Ну а главное, оно очень и очень аппетитное. Соус действительно получился очень пряный и интересный на вкус. Я вам советую попробовать. Также украшаем помидорой черри. И немного зеленых компонентов. В кулинарии это называется микрогрин. Здесь мы используем пророщенные зерна. Это может быть как горох, так и редис, даже базилик. Все главное для того, чтобы было немного красивее, интереснее. Также для оформления используем и свекольный соус, и немного компонентов декора. У нас это будет пыль молекулярная, самая разнообразная. На кухне, наверное, у вас ее не будет. Но тем не менее, даже обычные несколько веточек петрушки однозначно сделают ваше блюдо еще немного красивее. Блюдо готово. Приятного аппетита. Спасибо большое, Константин. Напоминаю, что готовим мы в ресторане «Кодор» на французском бульваре 66, дробь 3. А еще, если будете следовать нашим советам, однозначно готовить научитесь. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Приятного аппетита.